В далекие послевоенные годы, в горах далекого Алтая, являющимся одним из центров мировой цивилизации, центра зарождения тюркской цивилизации, весной 1949 года в селе Нарынка появился у Сарсекова Байзака и Сарсековой Мукой долгожданный сын после четырех дочерей, которого так и назвали Тлеукан, что переводится как «богом посланный». В те послевоенные годы не было радио, телевидения, фотоаппаратов, поэтому детские и школьные годы остались только в памяти самого Тлеукана и его родителей, хотя эти годы запомнились как самые прекрасные моменты в жизни. После окончания школы Тлеукан, проработав три года, поступает в 1969 году на учебу в Казахский государственный университет имени Сергея Мироновича Кирова на географический факультет, где начинается студенческая жизнь и где проходят лучшие годы жизни, связанные с молодостью и учебой. С началом учебы у студентов появляется живой интерес к занятиям. Студенты отрабатывали основы знаний, полученных на лекциях по физической географии. Это понимание рельефа, растительных сообществ, природных фаций и других элементов природы. В студенческие годы многие студенты занимались спортом, вели здоровый образ жизни. Тлеукан, следуя этому примеру, в свободное от учебы время старался заниматься спортом. Его хобби был бокс, которому он уделял очень много времени. В результате этого он часто занимал призовые места на студенческих соревнованиях. Тлеукан, как и все советские студенты, участвовал в общественных демонстрациях, посвященных революционным праздникам 1 мая и 7 ноября. Также одним из атрибутов советского времени в жизни студентов было обязательное участие в поездках на Целину, в Северный Казахстан, на уборку урожая пшеницы, посева, которого были по полям всего Казахстана, от горизонта до горизонта. Уборка урожая представлялась как сбор золотого руна на полях Северного Казахстана. На снимках представлены эпохальные моменты трудовой славы студентов на полях Северного Казахстана. Многих студентов направляли на строительные работы по возведению сельскохозяйственных объектов. Наши студенты, как заправские каменщики, возводят здание овощехранилища в совхозе, за что потом получают благодарственные слова от руководителей совхоза. Так что студенты поколения не только хорошо учились, но и хорошо работали на Целине. Фотографии по уборке винограда сняты уже осенью пятого курса, когда студентов сняли с занятий и весь курс направили в пригород из Сыка на уборку винограда. Это был последний курс, и все понимали, что это был наш последний совместный выход на сельскохозяйственные работы, и все с упоением наслаждались виноградом. Завершающим этапом в студенческой жизни, помимо получения диплома о высшем образовании, было участие на военных сборах в городе Ош, это в Ферганской долине, для целей получения офицарского звания лейтенант запаса. Сборы проходили в удушающей жаре, когда ежедневная температура колебалась от 45 до 50 градусов Цельсия, а ночью, наверное, она составляла около 40 градусов, и это было настоящее испытание на выживание. И к чести наших студентов они это испытание выдержали и получили свои офицерские звания. Осенние военные сборы позволили получить отличную строевую подготовку, познать солдатскую кухню, понюхать настоящий порох. После окончания университета Тлеукан пошел работать в институт Казгипроград в отдел охраны окружающей среды, где проработав около пяти лет, познакомился с девушкой по имени Клара, которая в то время завершала учебу в институте иностранных языков в городе Алматы. В том же году Тлеукан с Кларой решили пожениться. Тогда Тлеукану было 30 лет. В 1980 году появилась первая дочь, которую дедушка назвал Нурсулу. Через два года родилась вторая дочь, которую назвали Нуржамал. Во время трудовой деятельности Тлеукан активно участвует в общественной жизни коллектива. По сохранившейся фотографии видно, как Тлеукан вместе с коллективом отдела воодушевленно принимает участие в мирной демонстрации, посвященной Дню Победы Великой Октябрьской революции на 7 ноября. Также Тлеукан участвовал на коммунистическом субботнике во время уборки мусора во дворе своей организации, где даже один из участников данного субботника пришел на уборочные работы в галстуке, как приверженец КПСС, поскольку являлся ее членом. Вместе с тем необходимо отметить, что Тлеукан попал в очень хороший коллектив, где работали высококвалифицированные специалисты и имелись ученые кадры, среди которых было три кандидата наук и несколько аспирантов. При их творческом энтузиазме разрабатывались очень нужные и серьезные природоохранные проекты, среди которых были проекты по организации национальных природных парков и заповедников. Все крупные природные парки, за исключением природного парка Бурабай в Акмолинской области, были разработаны специалистами отдела охраны окружающей среды Института Каз-Гипроград. Кроме того, специалистам данного отдела разрабатывались комплексные схемы охраны природы для всех крупных городов Казахстана. Творческая атмосфера, которая царила вокруг Тлеукана, способствовала тому, чтобы Тлеукан в 1983 году поступил в заочную аспирантуру МГУ на кафедру экономики природопользования. За время учебы в аспирантуре Тлеукан опубликовал несколько научных статей по диссертационной работе, и некоторые из них были опубликованы в таких солидных изданиях, как журнал «Народное хозяйство Казахстана» и сборники научных изданий МГУ. Копии этих статей приведены на фотографиях. В 1988 году родилась третья дочь, которую назвали Нурбике. Дальше, как полагалось в советское время, дети пошли в садик, а после него в школу. В школе девочки учились хорошо. В годы перестройки Тлеуканы назначают главным менеджером проектов по разработке комплексных схем охраны природы в городах и промышленных центрах. На этой должности Тлеукан выполнил несколько крупных проектов, и в том числе проект по выбору площадки для строительства алюминиевого завода в пригороде города Павлодар. Здесь Тлеукану 40 лет. Эта фотография выполнена в 1989 году, незадолго до развала Советского Союза. Этот снимок как бы подводит черту под завершением трудовой деятельности в советское время, время зрелого социализма, где партия была нашей рулевой, и основной тезис которого голосил, что все для человека. Вот такая насыщенная жизнь была у Тлеукана в советские годы. Теперь мы хотим рассказать более подробно о семье Тлеукана. Старшая дочь Нурсулу после окончания школы поступила в Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет, а затем перевелась в Москву в финансовую академию при правительстве Российской Федерации. Средняя дочь Нуржамал после окончания школы поступила в государственный университет в городе Сан-Антонио, штат Техас, США, по специальности география. Младшая дочь Нурбике после окончания школы поступила в штате Массачусетс в государственный технический университет на инженера-градостроителя, а затем перевелась на учебу в государственный университет в городе Портленд, штат Орегон, на специальность инженера-эколога. Во время летних каникул, когда дочери приезжали в Алматы, семья старалась выехать на природу. Когда дети приезжали на каникулы, то некоторые родственники с Алтая и Южного Казахстана старались тоже приехать в Алматы. В этот период с тем, чтобы повидаться с детьми и поговорить с ними. Дети часто приезжают на Алтай, поскольку здесь пейзаж впечатляющий. Они видят тут нереальную земную жизнь деревенских людей и непременными огородами с посевами овощей и картошки, коровами гуляющими вокруг домов и большими посевами подсолнечника, желтый цвет которых подает прекрасный аромат. На этом снимке сфотографирована самая старшая сестра Нургабыл в возрасте 88 лет, которая после данной встречи и поездки прожила еще 7 лет и в возрасте 95 лет ушла из жизни. Поездки по Восточному Казахстану всегда впечатляющие и незабываемые. Мы часто ездим на озеро Зайсан и затем вдоль Бухтарминского водохранилища проезжаем до города Зыряновска, посещаем реку Бухтарму, горную широкую реку с красивыми лесами на ее берегах. Особые эмоции вызывают поездки на пасеку за покупкой меда, где каждый боится укуса пчелы и лясы Семья помимо лета и ее прелестей также любит зиму, покататься на лыжах при горе Халматы. На следующем снимке приведена фотография, где в семейном кругу Тлеукан отмечает свой 60-летний юбилей со дня рождения. К этому периоду в жизни в роду Тлеукану уже появляются внуки и первый из них сидит на коленях у Тлеукана и забавляется сотовым телефоном. Таким образом у него появляется новый этап в жизни – ходить за маленькими детьми и играть с ними. Тлеукану такие моменты в жизни только в радость. К настоящему моменту у Тлеукана три внука, из которых двое уже учатся в школе, а один еще ходит в садик. Тлеукан в свободное время старается проводить время с внуками. Рыбалку любит средний внук Бахтияр. Также видно, как Тлеукан старается приобщить своих внуков к общественно-полезному труду на даче, что в конечном счете получается у них. Несмотря на то, что они берут с собой игрушки, они славно трудятся и собирают выращенный урожай. Также Тлеукан иногда берет с собой внуков на Алтай, где им приходится познавать азы жизни и понимать, для чего садится картошка и почему надо поливать огурцы и помидоры, а также почувствовать запахи навоза и увидеть кур, гусей и уток. Кроме того, они видят, как вечером пригоняют коров, а затем их доят. Дойка коров для них настоящая диковинка, так как они думали, что корова сама молоко наливает. Члены семьи Тлеукана очень радостные и счастливые. Так пусть эти моменты жизни продолжаются настолько долго, насколько это возможно. С юбилеем поздравляем и всех благ желаем! С днем рождения! Любви до головокружения! И чумового настроения! И самых преданных друзей!